Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Издательство Вести Азэ публиковало статью «Уход армян из Лачина, а также железная логика и кулак Алиева». Вот там на фотографии внизу я опубликовал фотографию «Железный кулак Ильхама Алиева». Он установлен в городе Лачине. Ну и поехали с самыми актуальными новостями, что пишет это издание. В конце августа армяне должны покинуть Лачин и все его села. Ну уже практически все, они выехали с этих сел. Так, где эта моя любимая карта? Вот, с Лачина уехали, с Суса уехали. Из-за Буха все, вот эти три села. То есть, Лачин город считается, а эти два села армяне освободили уже. Так, и вот, а также должны использовать альтернативную Лачинскому коридору дорогу, которую построил Азербайджан. Что же предшествовало этому? Сразу после 10 ноября президент Азербайджана предложил начать работу над документами мирного договора и определения границ. Но это не понравилось Пашиняну, и он начал говорить, что, дескать, и мы имеем свои предложения. Азербайджан не может монополизировать этот процесс и тому подобное. И в это время мир поддержал и рукоплескал мирным начинанием Алиева. Пашиняну пришлось уйти в тень. Алиев был прав. Далее Алиев нокаутировал армянскую сторону, однозначно и заявив, что никакого статуса не может быть и не предвидится. На это Пашинян собирался возразить, как вдруг начал говорить, что наши зарубежные друзья советуют не обсуждать эту тему, так как Карабах для нас является не территориальным, а юридическим вопросом. То есть, для Еревана самая главная безопасность армян, проживающих в Карабахе. Далее состоялась 22 мая встреча Алиев-Пашинян. После встречи Никол Пашинян уже в Ереване обнадеживал свой народ, что переговоры переговорами, но вопросы Нагорного Карабаха, тут пишут, еще не решены, несмотря на то, что Алиев был противоположное мнение. И тут происходит самое интересное. Алиев с его железной логики доказывает, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией ведутся лишь из-за Карабаха. Поэтому отдельного карабахского вопроса не может существовать. Пока Алиев не проиграл ни одну политическую и военную баталию. Опираясь на свой железный характер, логику он умеет рассчитывать вперед на многие года. И это ему удается. Ему удается. Иногда он как бы незначайно говорит о будущем, но азербайджанцы и мировые политики он учили считать между строк. Так, так что вот, будет с помоем он говорит, да. Армяне, слезно рассказывающие о переезде из Лачина в 90-е годы, никогда там не жили. Их проживание в Лачине является логическим продолжением оккупации. Именно поэтому они должны покинуть территорию Лачины. Армяне, покидающие дома в Лачине, которые они построили 30 лет назад, на пилищах домов азербайджанцев, когда там азербайджанцы жили веками. На этой земле похоронены прадеды прадедов азербайджанцев. О каком вынужденном переселении армян можно говорить и писать? Уходят оккупанты. Алиев сумел доказать и объединить железную логику и силу. Ну вот как раз, да, там Алиев все ударил железным кулаком и армяне, все, как сказать, которые там проживали, освободили территорию Азербайджана. Я вчера упустил ролики, многие азербайджанцы там проживающие, на этих территориях, которые жили много лет назад, хотят вернуться и опять на родную землю и там жить. Ну и вот как раз еще статья в АЗАЗ «Железный кулак в Лачине». Вот как раз ролик, я вам оставлю ссылку и там видите фотографии, сейчас я вам покажу. Вот железный кулак как раз, вот он, как он выглядит. Так, и что пишут в этой статье? Статуя «Железный кулак привезена в город Лачин». «Железный кулак является символом единства нашего народа во время 44-дневной войны». Так, об этом сообщает Баку ТВ. Операция «Железный кулак». Вот она началась 27 сентября 2020 года в ответ на грубое нарушение режима прекращения огня вооруженным силам Армении. Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательные операции по предотвращению армянских провокаций. На территории республики было объявлено военное положение. 28 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация. Не выдержав сокрушительных ударов армия Азербайджана, оборонительная линия армии-агрессора страны, это Армения, в кратчайшие сроки было прорвано. Наша армия поначалу освободившая ряд сел и стратегических высот. Вот когда я вам даты покажу, сейчас зачитаю, когда были освобождены основные районы. 4 октября освободил от оккупации Джабраил, 17 октября Физюли, 20 октября Зангелан, 25 октября Губадлы и 8 ноября город Шуша. Во время боевых действий в целом было освобождено около 300 населенных пунктов, находящихся долгие годы под оккупацией, а также значительная часть Тертерского, Хаджавенского, Хаджалинского района. Ну вот теперь в Лачине будет стоять железный кулак, вот на фотографии. Ну еще новость Армении. Вчера я сообщил, что армян призывают резервистов в армию, не знаю, что там готовится, может к войне Азербайджану Армения начала готовиться. А вот срочники армяне, которые не хотят служить, могут досрочно уйти из армии. Цена 60 тысяч долларов. Я не понимаю, откуда такая сумма 60 тысяч долларов? Это стоит двухкомнатная квартира, блин, в Европе можно купить за эти деньги. Не слабая цена, я говорю, в Армении, чтобы откосить от армии. Вот армяне сидят, задумавшись. Министерство обороны Армении предлагает разрешить солдатам-срочникам досрочную демобилизацию за 24 миллиона драмов. Это 60 тысяч долларов. Это передает АЗАЗ. Проект соответствующих поправок в закон на военнослужбе статусе военнослужащего выложен на едином сайте правовых актов в Армении. В документе отмечено, что проект решения имеет цель достичь поэтапного сокращения срока обязательной военнослужбы. Сумма, переведенная в бюджет, одним срочником позволит в течение пяти лет выплачивать контрактнику зарплату в размере чуть не менее 400 тысяч драмов. Отметим, что сегодня 1 доллар США стоит 404 драма. В общем, сейчас, наверное, эти, кто имеет деньги, армяне богатые, откупятся за 60 тысяч долларов и в Армении будут набирать контрактников, я понял. И им будет платить по 400 тысяч драмов. Ну, зарплату. Так что в Армении что-то непонятное тут творится. Ну и последняя новость. У одного армянина, миллиардера, утонула яхта. Вот, суперяхта Геннадия Айвазян, я понял, ну, похоже, Айвазян, это армянин. Она, яхта утонула у берегов Сицилии и стоила на 50 миллионов долларов. Вот она тонет, бедная. 50 миллионов долларов утонула. Так, итальянские журналисты назвали имя владельца суперяхты, которая затонула у берегов острова Сицилия. Так, сообщается, что это судно, Майсага, длиной 130 фунтов или 39 метров, принадлежало владельцу холдинга Геннадию Айвазяну. Ну и она утонула неподалеку от города Мелацио. По подсчетам, СМИ яхта обошлась миллиардеру как минимум 50 миллионов долларов. Ну, не слабо, да. Так, это произошло недавно, 21 августа. Капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, а члены экипажа остались за судья для устроения течи. На следующий день ситуация резко ухудшилась, яхта начала быстро тонуть, и оставшихся людей доставили на берег. Ну и все, утонула яхта, утонули 50 миллионов долларов, и Геннадий Айвазян, наверное, будет очень огорчен. Представляю, нормальный человек, если бы там утонуло что-нибудь на миллион, да какой нормальный, у людей таких денег нет. Там хотя бы на 100 тысяч уже, там трагедия, а на 50 миллионов так это... Ну, может, для миллиардеров это небольшие деньги, конечно. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.